Ну что ж, всем привет, друзья! С вами Джинс, и сегодня мы продолжаем играть в Mountain Blade Warband Viking Conquest. Я набрал себе армии немножко, 120 человек, потому что так просто Свена Бычашея не победит. Как вы знаете, он находится сейчас в Ридингуме, если быть точнее, сейчас мы посмотрим, что нам нужно сделать. Короче говоря, Ярл Хальден Райландс рассказал нам, что Свен находится в Ридингуме. Короче, нужно покончить с ним, завершить всё, что началось на одиноком Рике, все дела. И, короче, погнали в Ридингум давать Свену по шее. Свену Бычашея давать по шее. Весьма забавно или нет. А какая разница? Короче, Ридингум... Ридингум. 120 человек, у Свен намного больше, так что я не знаю, выиграем мы или нет. Я не хочу ни с кем говорить. Так, это место имеет хорошую защиту, оно окружено рвом, тут осталось некоторое садко предыдущего боя, когда Сакс пытались изгнать Датчан, да и пофигу. Так, ну чё... Преимущество битвы минус 2, известность повысится на 50. Ага, Свен ещё и со спины решил напасть. Ну вы представляете, какой подлый человек, а? Ну не стыдно ли? Должно быть стыдно, мне было бы стыдно. Это Свен. Я не удивлюсь, если сейчас после этого всего сражения его опять здесь не будет, потому что это Свен бычья шея, и тут может быть всё что угодно. Сколько раз он уже от меня скрывался, что прям уже на самом деле не сосчитать, если так подумать. Но да ладно, в этот раз мы должны его настичь, я думаю. Так, давайте, ребятки, надо победить. Но их там намного больше, чем нас, просто в разы больше. Только, ну-ка, спокойней. Игиль приходит на 6 уровень. Следим за надписями. Противников 192 на сотка. Вот, так что нам нужно быть мощнее. Главное, чтобы они нас не окружили, так что нужно их как-то сдерживать. Вух, как же не хватает здесь гранаток с огнём и мечом. Я бы им рассказал, чё почём. Так, 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 спокуха, чё-то их набежало. Я могу врубить батлрейдж и рассказать вам, чё почём. Но не буду. То, что после этого батлрейдж отходняк нереальный, лучше уж так сражаться. Так, ну таки, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Спокойно, спокойно, замахаются они. Не стоит. Не так всё хорошо. Застрельщики, все дела. Сейчас мы... Я уже, на самом деле, очень жажду встретиться со Свеном Бычьей Шеей. Поговорить с ним всё-таки. Понять, что и как творится в его голове. Ну и самое главное, наверное, спасти нашу мать. Так, сколько там противников? А, ну мы уже уравнялись почти. Не зря я бегал, набирал армию. Так. До свидания. Есть. Так, что-то мне не нравится обилие красных и оранжевых латвиц, только что было. Видите, здесь просто сражение стенка на стенку такое. Ну а мы их будем просто подкотсывать спину. О, видели? Меч, голова с плеч. Это, правда, не меч, голова с плеч, но голову с плеч он срубил. Так что всё в порядке. Чувствую себя очень цинично, потому что сейчас думаю, вот мы сражаемся. Много моих ребят сейчас умрёт, типа, нужно будет меньше ренту платить. Ну это просто не огнём, мечом. Здесь у меня нет 10 миллионов, и здесь нужно очень следить за деньгами, и их зарабатывать очень муторно. Вот, был бы у меня какой-то филот свой, я не знаю, чтобы хотя бы как-то мне деньги капали. Так, враги 68, нас 60. Ну я так понимаю, это ласт подкрепа, так сказать. Ну давайте. Я надеюсь, что это ласт подкрепа. Ауч. Так, а кто это у нас? Хорошая броня просто, и сложно победить. Элитный викинг. О как, элитный викинг. До свидания. До свидания, до свидания, милый друг. Так, успокойтесь, пожалуйста. Вот, отлично, отлично. Здравствуйте. Говорю, здравствуйте. Главное, чтобы больше подкрепа у них. О, опять мяч голова с плеч. Что-то я прям срубаю головы как нужно сегодня. Так, спокуха, еще будут бойцы? Сколько осталось-то? У нас 32, враги 62. То есть у них еще есть подкрепа. Блин, ну это фигово на самом деле. Потому что сколько я набирал бойцов, и все равно мы не можем с ними справиться. Интересно, сколько же это нужно бойцов, чтобы их одолеть? Давайте попробуем, ребятки. 32 еще все-таки у нас имеется. Но если придет еще одна подкреп, то это точно все. Там мы уж точно не справимся. Ауч. Еще эти застрельщики везде. До свидания. Здравствуй. Застрельщик. Главное, чтобы у них больше подкрепа не подходило. Блин, наших 18 осталось. Их еще 40. Нужно по максимуму их рубить. Я даже думаю, батл рейдж включить. Потому что сейчас такой момент, когда... Нужно снести максимально большое количество противников за короткие сроки. Что сам потом с ними тягаться я не хочу. Давай, давай, джинс. Ох, сейчас я их нарубил. Все, отходняк пошел. Подкрепа больше не будет? Давайте, давайте, ребята. А, все, прибыли новые враги. Что их мало прибыл. Потому что 22. Сколько? 21. Ну, слушайте, мы почти их побеждаем. Немного не хватает. Еще буквально 20 бойцов каких-то набрать, и мы справимся. Вот, серьезно. Я набрал... Сколько вы, получается, я набрал? 120? А чего вы орете-то? Орут они. Берут вас в плен. Еще этого не хватало. Что какие-то там... Я набрал 120. Если я наберу еще 20, у меня есть 20 шиллингов. 20 тысяч. Вот, куда мы можем побырику сгонять? В Бодвин, наверное. Но по дороге на нас же все, кому не лень, нападать будут. Давайте сохранимся. Попробуем фастстревельнуться в Бодвин. И вернуться сюда. Потому что... Мне кажется, что если я наберу еще хотя бы немножко бойцов, то мы сможем с ними справиться. Подсчитывая ярко замок Хальдорэн решит, что замок... О! Нифига себе. Замок Рэндлайхам. Достанется вам. Сможет сказать это честь, но тогда вы еще долго не получите на дело. Так а что это за замок вообще? Подождите. Отчет. Это почему отчеты? Поселение, замок... На Р. Р, 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 Р. Вот он. Ну, он еще рядом здесь находится. Интересно, сколько я денег буду со своего собственного замка получать? И вообще, что такое свой собственный замок? Сейчас мы туда тоже отправимся, посмотрим. Только я забегу в таверну, посмотрю сколько это. Так, ветераны, сколько вас? Десятерых беру. Десятерых ветеранов. Это неплохо. Счастливая вдова. Давайте поднимем боевой дух своих людей. На 13. Еще раз сохранимся. Кстати, еды у меня много разнообразно, поэтому боевой дух под контролем, так сказать. Вот, ну по идее, если бы там было еще 10 моих бойцов, то мы бы уже победили. Тем более ветераны, это вроде сильные ребята. Давайте еще посмотрим, могу ли я кого-то повысить. Последовательность в охотнице могу перевоплотить. И все. Ну ладно. Так, так, тут все понятно. Сейчас мы еще раз попробуем. Если не выйдет, то придется еще, ребят, нанять. Но это я уже, скорее всего, без записи сделал. Нифига себе. Заработная плата. Заработная плата замка. Десять тысяч заработная плата. Логово джинса. Нифига себе, тысячу еще и за этот замок платить. Нужно посмотреть, как с этого замка поиметь прибыль. Арендная плата, а не одной. Вот. Но деньги у нас уже заканчиваются, так что нужно как можно скорее разобраться со Свеном бычьей шеей. А дальше мы уже посмотрим. Куда ты побежал? В ридинг вам надо бежать. Глупый. Заглашаться приехать. Братья присутствует на ушко, который увидел, что заяц зажобно глядел на вас что-то. Так. Отказывайтесь приехать. Полученная вещь говядина. Извините, но викинги не спасают зайцев с ловушек. Так, ладно. Напасть. 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 Давайте, ребят. Вот если бы Свен еще со спины не нападал, они нас не окружали. Но... Ладно. Сейчас должны сделать это. Главное верить, что мы сможем. А дальше... Черт его знает. Давайте. Надо показать максимум. Этот меч, мне кажется, сильнее. Он быстрее рубится, а урон, в принципе, почти одинаковый. Давайте, давайте. Мы не будем почищать концы, мы будем в гуще сражения вот здесь вот рубить. И потому что сейчас такое вот время, что нужно по максимуму, так сказать, показать, на что мы способны. Потому что, видите, нам буквально немножко не хватает, чтобы их дожать. Так, до свидания. До свидания. Ну все, ладно. Заднюю атаку мы отбили. Вроде как довольно успешно. Осталось еще спереди показать ребятам, что почем. Чтобы все было прям вообще. Так, поехали. Стоп, спокойнее. Главное, чтобы они на меня не отвлекались, пока я здесь рублю их. То, что мне нет времени с ними сражаться, я хочу просто почищать там концы и максимально урон нанося. Так, угомонитесь. Вот видите, буквально два человека мне мешают, и я уже мог бы за то время, пока с ними здесь разбираюсь, в спину накоцать очень много противников. Так что здесь, видите, как бы... полка о двух концах. Но если мы победим, то там буквально немножко останется противником, мне кажется. Так что, ну вообще со своим взрывом тоже нужно быть аккуратнее, потому что... в конце там я уже буквально один с единицами своих войск остаюсь. Давай, рыжий. Отлично. Показываем ребятам что-то как. Да таки здравствуйте. Здравствуйте. Я же говорю, здравствуйте. Здравствуйте. Ого. 22 урона сзади нанес, то есть дополнительных нифига себе, но это неплохо. Че там, подкрепа идет 72. А нас осталось 70. Ну, по идее, еще одна либо две волны должно быть. Нужно им... Нужно им рассказать и показать, что да как. За эти две волны, чтобы у нас было максимальное преимущество. По идее, будет сейчас потом еще одна волна, а потом еще одна, но очень и очень маленькая последняя. Так, давайте, держитесь, ребята. 10 ветеранов должны решить эту ситуацию. Так, есть. Там фокус в том, что еще шпакотсные ребята, к сожалению. Так, мне не нравится обилие оранжевых и красных надписей. Прямо реально обилие. Так что, соберитесь, бойцы. Да хватит на меня нападать. Боже, они меня бесят, базарю. Там такая гуща сражения, они троем на меня одного идут. А главное, это бойцы не слабые, то есть там в бандировке полные и так далее. Еще один подошел. Ну, блин, пока я сдерживаю троих, основные силы там... Короче, все плохо. Я мог бы за это время убить десятерых просто, ну, как бы, если бы меня никто не трогал. Ну, ладно, нужно побыстрее реабилитироваться. Сколько получается наших? Двадцать восемь противников, шестьдесят шесть. Ну, это уже, по идее, последняя волна. Сейчас нужно вот использовать свой спиновой удар. Так сказать. Поехали. Получился, правда, не совсем спиновой. Скорее, боковой какой-то. Ой, да отстань ты от меня хотя бы сейчас. Ну, все, они, видите, все на меня перешли. Фокус в том, что я добрал десять человек. И в этот раз сражение прошло еще хуже, чем в прошлый раз. Как это возможно, я не знаю. Это бред какой-то. Ну, я же говорю, потому что много от меня зависит. И на меня просто нападает огромный движ. Надо как-то придумать, чтобы я мог сзади как-то к ним подходить. Или что-то около того. А, вас берут в плен. О, боже. Ладно, бодлинги мы же наняли, ребят. Правильно, сто тридцать получается. Ну, давайте тогда сразу же отправимся в замок наш. Посмотрим, что он из себя представляет. Сохранимся только еще раз. Потом еще нужно будет набрать народ. Нужно как-то придумать, как мне с замка получать деньги. Вообще, как мне, в принципе, получать деньги, ничего не делая. Вот, чтобы была какая-то аренда или что-то около того. Потому что у меня осталось реально шесть тысяч. Пять пятьсот. Это вообще, на следующий раз мне уже не хватит. Нужно посмотреть, что вообще из себя представляет свой собственный замок. Получайте известие, что группа уличных музыкантов желает присоединиться к вам в качестве армейских музыканцев. Welcome, brothers. Три человека. Знаменосцы, нифига себе. Так, поближайте, страшно говорится, открывайте ворот своему лорду. Управлять гарнизоном. О-о-о, смотрите-ка. Ветеран-копьеносец Норд. Бац, ко мне. Ха-ха, 215 человек. Вот так и делаются дела. А чем мы можем управлять этим замком? Построить почту, построить тюремную башню. Понятно. Кузницу и так далее. Ну, нафиг это мне нужно. И как мне деньги сюда получать-то? Устроить праздник, искать потенциальных рекрутов. Один земляделец. Ну, главное, что мы наняли народ. Прожить обидаться и сменить менинга. Чревоугодие. Отправиться в город Ба. Славным людским. Давайте почитаем. Чревоугодие. Один из смертных грехов. Ваше величество. Бесконечно первое уже четыре месяца. Вы же можете летнуть старую цунику. Теперь вносите просторную одежду. Что? И мужчины? Божечки. Ваш мнение говорит, что вы балансируете на грани. Вам достаточно нужно ограничить себя в еде и заняться упражнениями на свежем воздухе. Отправиться в город Бат. Пытаясь включить... Ну, короче, вот. Мужчина, кажется... Успокоили ваши слова. Видите свои глаза? Почему? Но он вообще отплатит. Что я нажал? Мне кажется, я сделал, короче, что-то жестокое. Хотя не должен был это делать. Я прочитал. Там вроде бы было, знаете, что-то усмириться и так далее. Я до конца там что-то не пролистнул. Короче, мы напугали нашего медика, как я понимаю. Ну, ладно. Нефиг ему нам приказывать. Мы же жестокие викинги. Давайте входить в образ. И вообще... Так, на меня же не нападет, правильно? 215. Ну, 215 сейчас я точно справлюсь. Вообще, как я могу умереть просто от переедания в Вайкинг Конкурсе? Если это возможно, то я просто буду в шоке, если честно. Ладно, все. Когда у нас 215, мы точно затащим. Вот почти 100 проц. Так что давайте расскажем Свену Бычьей Шеи, кто мы есть просто. Здрасте. 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 Просто со всеми здороваемся как следует. О, вот так бы сначала. Вот я даже сейчас Battle Rage подрублю. Потому что сейчас тут хорошая очень ситуация, чтобы спинных на конца меньше... Меньше наших потерь в целом было. Те воля еще и криты вот так вот жестко валятся. Но я сейчас нарубил очень много противников, реально. Здравствуйте. Так, ладно, пока отходняк. Мы ничего особо делать-то не можем. Здрасте, здрасте. Ну вот, когда 200 человек, то другое дело. Ну тут должен быть за нами в любом случае. Если сейчас не будет, но когда мы там чуть ли не справились с 120, то там это вообще жесть будет. До свидания, брат. Все, думаю, можно будет вообще потом в будущем всех их с границами запихать, чтобы деньги им не платить. И решать, как накопить деньжат там на турнирах и так далее, так далее, так далее. Так, спокуха, бойцы. Сейчас, кстати, интересно, но, скорее всего, ридингом будет нашим лагерем вторым, насколько я понимаю. И мы уже будем решать, что с ним и как делать. 34, враги. 85. Подошли новички. Battle Rage. Жаль, сейчас его можно использовать лишь один раз. Было бы круто, если бы там неограниченное количество раз. Просто без перерыва эти Battle Rage фигачил бы. Игиль приходит на шестой уровень. Поздравляем Игиля, ребят, похлопаем. Игиль молодец. Хотя нет, Игиль не молодец. Игиль тот еще предатель, насколько мы помним, да. Так что... Зря Игиля хвалить. Нафиг он нужен. А выгнать-то его нельзя. Не знаю, почему, типа... К нам же заслал его Халевда. Но он такой, да нет, Игиль просто присматривает за тобой, брат. На самом-то деле крысит и все ему докладывает. Хотя сейчас мы уже доверены его, и нам пофигу на самом деле. Ох, бежит. Бежит, бедняга. Так, ну что, эти 85 это последняя подкрепа, насколько я понимаю. Так, есть. Игиль ранен. Бедняга, только что получил уровень, неужели ранен? Так, здрасте, здрасте, здрасте. Сориться на это просто. Бедный парень в стенку уперся. 70 еще имеется, да? Вот видите, у них уже больше 200 человек. Мы тут, то есть у них ранено очень много ребят. То есть мы уже больше половины должны победить. 130 ранних и 100 убитых. Представляете, да как бы я завалил их количеством в 100 человек. Просто вообще невозможно. Ну да, конечно, Свен тут армию подсобрал знатную. Но зато теперь-то мы должны его наказать за все то, что он сделает. Если у нас будет выбор, то я по-любому его завалю. То есть не буду щадить ни в коем случае. Так, до свидания. Ну че, все. 26 врагов. Ну все, подкреп больше не будет. Должны выиграть, короче. Да таки, здравствуй. Ну здравствуй. Ну что ты, что ты, друг? Все, рассказали, что почем. И тебе здравствуй. Куда же ты бежишь, родной? Куда же ты? Знаешь, у меня пики сейчас так бы ему в спину засадить просто. Хо-хо, наивняк. Думает, сквозь стенку пролезет. Хо-хо-хо. Блин, я хотел его убить. Взяли, забрали мой килл просто. Как они посмели. Я-то думал, вы преданная армия. Как оказалось. Да. Ну и где там остатки? В палатках прячутся? Отдай пролезть. Ой-ой-ой. Как залезть сюда? Только этого не хватало. Пацаны застряли в палатках. Нормальная тема. Главное, их же фиг ударишь, потому что тут же все лезут. Так, а ну-ка нафиг. Все пошли отсюда. Вон туда. Туда пошли. Быстро. Давайте, давайте. Только мешаете здесь. Видите, сейчас этот один меня выиграет. Э, где там второй еще был? Все, затащили. Смотрите. Красавцы. Ну и где? Мы Свена убили или нет? Так, бой не в рейдингом продолжается. Ваши войска ведут бой против остатков войск Свена. Но не этой битвы, видите. Свен забрикадировался в праздничном зале. Рейдингом вместе с вашей матерью и своей личной охраной. Пришло время покончить с этим. Ну что ж, ребята, пришло время покончить со Свеном. Вы готовы? Войти в праздничный зал. Сын говорит. Это ты, чего ты хотел? Ты все еще думаешь, что сможешь победить? Я все еще жив. Как я тебе... Ага. Мой малыш, я люблю тебя. Помнишь, что твоя мать всегда любила тебя? Я буду наблюдать за тобой, когда... Куда бы я ни отправилась. Наша мать всегда накрепит. Это произошло по твоей вине. Наша мать всегда нас любит. Матушка ранена ударом. Так, давайте, ребята. Я вообще здесь Батл Рейдж могу врубить, интересно? И вообще, где моя вся армия? Почему мы заходим сюда таким маленьким движим? О, я могу здесь Батл Рейдж врубить. Это классно. Но нас очень мало. Вот это не классно. Их трое осталось. Надо их во время Батл Рейджа выигрывать. А вот и Свен. И Батл Рейдж закончился, прикиньте. Ну ладно, один на один-то я смогу справиться. Даже если по 12 урона ему фигачить. Ну что ж, Свен Бычашея ранен ударом джинса. И что дальше? Что это было? Там было что-то написано, но я не успел физически прочитать. Свен наконец-то мертв. Вот. Ребят, наконец-то. Вы отомстили, но горячей траты осталось в горле. Так как рядом с телом Свен лежит ваша мать. Офигеть. Женщина, которая вас растила и ради которой готовы были на все. Вы оставили все поиски целителей в Фризе. И последние слова навсегда останутся в вашей голове, как воспоминания о ней. Да, она говорит, что она всегда любила нас и так далее. Поиск Свена Бычашея и вашей матушки были для вас всем в этой жизни. Вы чувствуете пустоту, как будто часть вас ушла с ним. После всего, что произошло, все, что у вас осталось, одни воспоминания. Произвести похороны. Похороны матушки, само собой. Не Свен наш, правильно? Гози Олаф. Вы должны пойти вниз к своей матери. Она даст вам то, что не сможет использовать по пути в Вальхалу. Что же она нам даст? Что-то я бы коню ловил. Ага. Ну, я сейчас на корабле. Буду допрыгивать, тогда мы сюда в любом случае не будем. Мы должны попрощаться, насколько я понимаю. Может, с другой стороны залезть сюда. Нет, можно залезть только этой стороной. Так, сейчас. Ну, вообще, нам, как говорится, дропните что-то в корабль. Ну, что я могу дропнуть? О, я меч дропнул. А. Типа, просто нужно было дропнуть меч в корабль? Хроники Бейда. Слушайте, ребята, это, по всей видимости, конец игры. Я был там, когда войска Саксов и датчаны воевали на АС. Я был тогда, когда Джинс изменил ход истории. Но даже это и то, что мир... Что... И то, и то, что произошло дальше, не сравнится, когда мир потерял своего героя. Я помню, как будто оно только что произошло. Когда мы вошли в зал и наблюдали, как Свен Бейчашея добил мать Джинса. Боже, это... Он реально такой просто... Хорошо, что мы его убили. Я помню его лицо, он стал холоден, как лед. Ни гнева, ни страха, ни слез, только равнодушие. Уверяю вас, что Свен Бейчашея побледнел, потому что он знал, что его смерть была неизбежной. Мы сражались в зале, и Свен умер. Но это не поменяло твердость лица Джинса. И тогда не позже на похоронах его матери, почитаемый как королева, которую погребли с богатыми товарами в военном корабле. После этого дня мы потеряли нашего героя. Он на прощание сказал нам, с которыми мы следовали его от битвы к битве. Он сказал, что уезжая, не раскрывать его пункт назначения. Он оставил нас, и я боюсь, что никогда не верну... Да что ж такое? Он оставил нас, и я боюсь, чтобы никогда не вернуться. Я надеюсь, что ошибаюсь, потому что этот темный мир по-прежнему нуждается в его подвигах. Джинс, значит, да? После ухода нашего лидера, мы, его последователь, рассеянный по четырем ветрам, я спрятался в монастыре в отдаленной части Уэскиса, вдалеке от всех. Здесь я буду ждать конца моих дней. Я плачу людям, чтобы приносить мне новости из дни, особенно если они находят джинса. То есть я уже пошел, типа, своей дорогой. Но никто не видел его, однако у меня есть немного новостей от тех, кто был с ним до конца. Эгиль вернулся в Рип. А ведь все уже разошлись, то есть это действительно конец викингов, нифига себе. Эгиль вернулся к Рип. Его дом, сделанное богатство, испортило его путешествие. Он потратил все свои деньги на женщин и Эль. И в конечном итоге был убит в дуэли. Ну и Эгиль. Это неудивительно. Так, судьба Донахла была темной. Он вернулся в Альбу, где нанял бригаду шотландских гравить норвежских купцов в море Гиберии. Норвежцы из Дублина установили цену за его голову. Начав охоту, убили его. Блин, жаль. Красивый нюк... Вот, Солвейк. Солвейк, это интересно. Красивая и неукротимая Солвейк решила предложить джинсмей семье Свен-обычейшей на свою собственную. Она вернулась в здание, где она находилась и убила всех братьев Свена. Вместе... Ой, хорош, Назолвейк, ну вообще. Братолийская смерть. И к тому же она прячется где-то среди других бандитов и отсыльных. Знахарь-врач Альбин вернулся в Одинство и в дом своих родителей. Устал от войны. Теперь он использует свои знания, чтобы помогать лечить людей. Все ради нескольких шиллингов. Даже бесплатно всем, кто просит. Слава его бежит по всему северу. И люди поклоняются ему как святому. В свое время он мне помогал. Так, Хельки впал в депрессию после ухода джинс. Без ясного направления он двинулся на восток и стал русом. Ища свою судьбу в бесконечных войнах. Это все, что я знаю о людях, которые служили джинсу. Я надеюсь, что мои труды помогут джинсу оставить след в истории. Который начал с нуля. На корабле под названием Одинокий Рик. Мурашки прям по коже. Нифига себе, ребят. Но это действительно лучшая из серии Mountain Boy. Серьезно. И выросший водовая начальника. Способен сконтролировать силу своего времени. Он был тем, кто убил старшего Свена Бычашея. И мог стать лицом к лицу с самыми сильными людьми. Сыновьями Рагнарой и королями Запада. Мир может запомнить имя джинс, когда оставшиеся из нас погибнут. Что ж, ребят. Это финал. Это финал Mountain Blade Viking Conquest. Я даже не знаю, что сказать. В первую очередь, это обалденная игра. Это лучшая игра из серии Mountain Blades, которую я видел. То есть, здесь есть реально начало. Здесь есть сюжет. И здесь есть, как вы видите, конец. Хотелось бы сказать огромное спасибо разработчикам за создание такой обалденной игры. Она полностью стоит своих денег. Там 8 долларов, по-моему, это вообще за такую. Реально она принесла мне очень много эмоций. И я очень рад, ребят, что прошел ее вместе с вами. А на этом все. Это конец Mountain Blade Viking Conquest. Если вам понравилось это прохождение, ставьте ваши большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Пока и удачи вам. Всего хорошего.